Из-за мороза в Минске сегодня отменили традиционный праздник духовность, семьи, благосостояние граждан. Организаторы перенесли встречу Дома Милосердия на следующие выходные. А вот в Гродно от колядок не отказались о жарком отдыхе. В студенную пору в репортаже Галина Буро. Это властитель холода Зюзя встречает гостей вместе с верным псом вьюга. В морозном царстве мерзнуть некогда. Надо и покататься в корытах, поупражняться на булавах и, конечно, перетянуть канат. Сегодня в Гродненскую область едут сотни туристов. В первую очередь за впечатлениями. В Белоруссии нам очень понравилось, в городе Гродно особенно. В коробчество нас потрясла своей красотой. Даже ваш белорусский мороз нас совершенно не заморозил. Кому народное гуляние не по душе, в зимнем меню индивидуальная программа. На катках аншлаги. К такому морозу привыкнуть просто невозможно. Единственное лекарство – активно двигаться. Главный каток в Гродно официально начал работать. На его заливку ушло несколько дней и около сотни кубометров воды. Молодая семья Ивановых давно ждала возможности достать из шкафа коньки. Первые выходные зимы надо использовать по максимуму. Активно проводим выходные годы. А в скором времени у этой семьи, как и у многих других, будет шанс провести время еще активнее. Под Гродно в горнолыжном центре во всю мощь заработали снежные пушки. Четыре снегомета нагнетают на склоны так называемый искусственный снег. Они распыляют воду, которая на морозе тут же кристаллизуется. Снежный покров нужен не менее 30 сантиметров. Тогда вперед за сноубордом или ватрушкой. Мороз уже более двух суток хороший, поэтому еще дня два-три и мы сможем открыть склоны для посетителей. Синоптики еще летом говорили, эта зима станет одной из самых холодных в Европе за последние сто лет. И походи от мороз не собирается уходить. Есть время попробовать себя во всех зимних видах спорта. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродненская область.